Если у меня будет какой-нибудь ребенок, я назову его Фернандо. Если, конечно, у меня будет жена из Бразилии, но это вряд ли. Записывайте, ребята, пока не поздно. Но это только если у меня будет жена из Бразилии. С большой душой и двумя высшими образованиями. Фокусит на себя внимание, заставляет Воксика вернуться. Время 28 секунд. Окончание этого раунда. Где бомба вообще? Что за паница? У Джейма она была в пленте. Минус Джейма, два дамажных остались. Благо, что против них снайперская винтовка. Боже, что происходит? 17 секунд. 4 хп у Фича. Три фрага в этом раунде он уже сделал. И только квадрокилл спасет его от неминуемого поражения. Воксик пошел. Он не переключается с ВП на пистолет. Не было инфы. И все равно с ВП внутреннюю бомбу забирает вместе с Фичом. И забирает для своей команды раунд после серии отданных. Так, ну 9-8. Выход на Тавангар есть. Решили в отпуск точке сыграть. Каригана компания. Бомба на Фнатик. Успела. Успела поставиться на Тоненького. Но после этого остается единственный Джейм. На самом деле не такие и здоровые против него соперники. Теперь сотый крыжей. На выпаде активно. Али Джамии. Один в двоих. Тащит этот момент. И возвращает команду в Тавангар. Ждут до постановки бомбы. Джейм минус миддл. Минус шорт точнее. Это был фроузен. Второго было бы неплохо. Но передает его Санжи. Истафета. И Санжи, кстати, отворачивается по таймингу. Понимая, что у него в любой момент времени может идти китбокс. Выйти. И правильно подозревает. Хорошая голова в свою очередь уже от него. По Робсу. Джейм на бомбе. На Санжи идут. На Санжи идут оба дамаженных. Первый пошел. Второй спрей. Санж красавчик. Так это еще один раунд для Авангара. Один с восемь. Три раунда преимущества на тоненького. Бой с Тенью. А вот теперь уже Шокс опасен. Двойная дверь. Клац. И нет в тюпа. А времени-то практически нет. Нужно дефать бомбу до последнего. Офмейстер стоит в пик. Шокс! Какой раунд! Господи! Один в три. Защитил бомбу. Когда изначально находился в кишке. С такой формой очень приятно наблюдать, конечно. А пионов в таких ситуациях. Вот на Дасте иногда критиковал его, да? Но! Рейн! Только что сотворил какое-то чудо на пару с Нео. Просто в упоре по головам. Каждая пуля шла. Что творят команды? Вот это я понимаю. Женюк пошел абсолютно в других тонах. Что вы творите? Никакого выхода в мясо. Ничего такого. Максимум импакта в попытке кого-то перекрыть. А это получается делать. А вот и спина. Ника! Он сейчас может аук забрать. Вот хаешка на руки. Нет арморов, конечно, ни у него, ни у Рейна. Но! Вот вон. Заметили? Италия минус. Но размен один в один. Рейн играет против Шокса. Ставит бомбу. Сразу же. Услышит Шокса. Это игра в одно касание. Сейчас будет. Он просто выходит на прицел. О-о-о! Что ты вешаешь, Рейнушка? Ого! Вот этот плюхом. Залетел по голове прострелом. Его позицию. Слушай, два игрока на кафеле. Два игрока на кафеле. Один на банале. С одной стороны это приятный момент. С другой стороны вот теперь очень приятный момент. Но для шведов горит бустер. Надо двигаться. Выходит на Джей Ви. Время, время, время. Но тут уже дефьюз бомбы. Джейм еще одного забирает. Джейм забирает еще одного. Дефьюз бомбы. Джей Ви. Нет! Джейм... Байт сетап, который может сейчас стать очень эффективным. Бролан моментально разменивает. Забирает игрока на полтора. Остается на центре. Кикер. Да ладно. И кикер туда же. Бролан просто хоронит сейчас команду авангард четвертого. Ну надо делать эйс. Пытается подобрать ИВП. Но все равно красиво. Все равно красиво. Сейчас, да. Сейчас действительно Фнатик впервые выходит вперед на второй карте. Вновь три банан. Джейм без гранат. Да и вообще тут очень мало гранат. Но есть минус. Это, конечно, круто для АВГ сейчас. И Санджи, и Джейм принимают. Они сейчас максимально просто разыграют. Накидают кучу гранат и попытаются выйти. Хотя вот Твис чуть-чуть, мне кажется, рановато. Вышел и вновь. Тут на самом деле гвоздь в гроб для Фнатика в этом раунде. Им здесь уже ничего не поможет. Они сами пришли к снайперу. Аж дважды Джейм. Но это эйс. Это эйс, друзья, за раунд. Вот так вот раунды начинают жестко прессинговать. Этот прессинг продолжается из раунда в раунд. Кикерт услышал то, что... Ой, Кикерт, включите! Кикерт, давай, твои сладкие! О, как она засчитала еще к Зисту или кто-то с плентом был. Это просто кошмар. И просто всю команду Фнатик хоронит кикерт. Авангар. Ой, сейчас Гзист опять второй раз сыграет. Где же Дебрях? Еще один игрок, тоже красный. Ой, как играет. Классно, Гзист на этот раз все правильно делает. Падает за вагон. Его прикрывали. Ну, коллаж спину. Неужели, неужели? Твист. Ну, как это произошло? И Фиш в итоге остается один в четыре. Его нашли. Раунд имени. Но это либо раунд имени Фиша и допы имени Фиша, либо нет. Фнатик делает точку в раунде. Фнатик, друзья, первый финалист европейского третьего, по-моему, если я не ошибаюсь, европейского отборочного этапа на ЕЦС. И выход на базу Ари Фреш в деле. Четыре сверху. Что вы делаете? Ой, 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 ой. Вот это провал, друзья. Это полный провал для фейсклада. Капитан Нео остается последний и падает прямо на гранату. Ну, граната великолепно там залетела вообще на топ. А нет, смотрит девять все-таки. Смотрит девять. Выход с пудки. Нео. Нео. Урабатывает просто на пленте всех своих соперников. Снеппи. Последний в живых снеппи. Забирает Рейна. Остается один на один. Бомба на руках, но... На Б можно уйти. Он не знает, где последний игрок. Ну, надо рисковать. 20 секунд. Надо действовать. Он падает и просто сразу же бежит в дверь, понимая, что если его не встретили здесь, то непонятно, где может быть соперник. Да, слышит. Интересная установка бомбы. Да, услышал Ника. Флешка. Флешка на флешку. Еще есть флешка на всякий случай. И еще есть флешка на всякий случай. Ой, какая хорошая. Сладенькая залетела в Ника. 16-10. Ну и Снеппи тащит раунд один в три и просто заканчивает, останавливает мучения сегодняшний фейсклад. Два флешка игрока Fnatic. Три битых коцунг игрока Optic. Флешка только Ника номер четыре. И он находится на точке А. Ну, как хорошо работает Снеппи. Сауга хэтшотом забирает виста. Ну и, наверное, друзья, здесь просто минимальные шансы у Джи Ви. Но он попытается. Конечно же, прочекал. Подсадку второго заберет. Красавчик Джи Ви. А вот теперь можно попробовать сыграть 1-2. Ставится бомба. Ну и никто не смотрит на Джи Ви сейчас. Смотрите, что происходит. И я Масель. Это фантастически. Опа. Опа. Что? Что сегодня за день? Ах ты, Джи Ви. Грязный игрок. Какой интригант просто. Браво, браво, Джи Ви. Просто подсупортил на Верочку. Но опять же твист успел. Посмотри, куда пройти. А, его проверяют. Все, я понял. Привет. Сейчас будет просто легчайший 1 в 3. Там нет гранат. Там есть флешка, которая, по-моему, будет тратить. А, нет. Все. Ошибка. Убил. Да ладно, 13 кп. Не знает про шорт. Как они его отпустили. Это просто какой-то шедевральный твист. Меняет позиции как может. Оу, оу, оу. Полегче. Квадра килл. Друзья. Ну, твист просто... Твист просто максимально шикарно заканчивает эту карту. Минус така на Б. На флай пошел. Вот как всегда. Этот парень может взять авик и пойти изжахнуть просто. Реализация первого респауна. На центре так же стюи, чекая поджим, ошибается и становится легкой жертвой для Фоллена. И все лишь потому, что не было игрока с подвала. Фоллен минус Элидж. Красавчик. Фоллен что творит? Еще одного забирает Фоллен. Ну, это 4 в 2, ребят. Куда вы все лезете? Что происходит? Вот был размен. 4 в 4. Идеально устраивает атаку. И тут все начинают пикать. Там ковры, яма. Когда еще два игрока у тебя там под телевизором с бомбой. Ну, что, ребят. Привет. Инферно из камин пятого Фоллену. Да, нет никаких шансов. Твист просто развлекается. Ну, и, по-моему, это эйс от Фоллена, да? Да, это эйс от Фоллена. Но жирный. Жирный, жирный, жирный. Точка большой и необъятный. Явно в очень хорошей форме на этой карте себя чувствует. Твиста просто второй раз уничтожает. А кто сгорел? Нет, Твиста не уничтожает как раз. Кто сгорел? Все сгорели. Кто сгорел? Это Фелпс. И вот такие 1 на 1. Колд-зиро файтинг. Бомба больших. А он на флайер, по-моему, зачитал. Да, он шарит, он шарит то, что это двадцатка. И без шансов для на флайер. Вот такой вот он Колд-зиро. Вот такой вот он красавец. Ну как, если в него сейчас пойду, то решение такое. Скорее всего, да, пойдут. Просто ж в любом. Неплохо, неплохо. Ой, какой красавчик. Грязный афер. Меня зовут Фернандо. У меня грязные мысли. Да ладно, еще хочу. Вот минус забираем. АПП есть. Еще минус. Какая грязь. В три часа ночи по Москве. Пол четвертого утра. И смотреть вот это. Вот это уровень. Вот это хаткор. Уровень бог просто. Что это было? Как так он разыграл? Если у меня будет какой-нибудь ребенок, я назову его Фернандо. Если, конечно, у меня будет жена из Бразилии, но это вряд ли. Записывайте, ребята, пока не поздно. Но это только если у меня будет жена из Бразилии. Три игрока бразильской команды все еще находятся на позиции база. На помощь. И тут Диггл работает. Хэдшот. Нужен еще. Фоллэн нужен. А, тут и без Фоллэна уже можно забивать. Тут нафт красный. Все, пулю попасть по нафу. Один в два. Две секунды, ГГ. 2-1. Бразильцы выходят на лан-финал этого сезона. ЕЦС. Бразильцы, друзья. Бразильцы, они кто-то другой. Не команда Ликвид. Именно бразильская команда сегодня может спать спокойно. Команда Ликвид наконец-то должна идти отдыхать. Потому что, друзья, мне кажется, что фактор усталости на них сработал на все 100. Все официалки на саммите. И здесь три карты. Но это жестко. Ну, это жестко, да. Субтитры сделал DimaTorzok